Приветствую всех, мои дорогие друзья, с вами Асина, и я сегодня от всей души хочу поздравить вас с наступлением, или приближением такого праздника, как Новый год. В календаре, наверное, он является одной из таких самых-самых весомых дат, и очень многие ждут этот праздник. Очень многие не любят зиму, но все равно приближение Нового года как-то расшевеливает людей, они начинают бегать за подарками, они начинают украшать свой дом, они начинают задумываться о том, где провести этот праздник, задумываться о том, что родным и близким необходимо сделать что-то приятное. Жаль, что один раз в году, конечно, ну не один, а только точечно по праздникам, очень многие следуют по этому пути сопротивления наименьшего. Ну ладно, это так, для галочки. Что же, ребятки, я очень-очень хочу пожелать вам найти корень себя в следующем году, если вы еще этого не сделали, если вы считаете себя несчастным, одиноким человеком, оглянуться вокруг и, может быть, осознать, что вы совсем не одиноки, что есть люди, которые вас любят, которые могут вас поддержать. Или просто вы решили закрыться в своем коконе и все, и не высовывать оттуда голову, когда на самом деле нужно, наоборот, вытянуть из черепашевого панциря все, что только можно, и посмотреть вдаль, в горизонт, посмотреть на будущее и, наконец, стать самодостаточным человеком. Довольно странное пожелание, да, ничего такого, прям здоровье, счастье, любви, благополучие, просто это уже априори должно у вас быть. Я хочу, чтобы вы нашли гармонию с самими собой, я очень хочу, чтобы вы были, естественно, счастливы. Полностью счастья в мире не бывает, потому что без горести мы не будем осознавать, насколько все хорошо. Год остается за плечами, мы можем взвесить все за и против, которые накопились у нас за это время, мы можем проанализировать все это и уже сделать какие-то определенные выводы. Я же, я же буду отмечать Новый год в поезде. Это так странно, что я даже не знаю. В поезде с 31 на 1 поезд Москва-Санкт-Петербург, да, как-то дернуло. Не только меня, еду с друзьями. Ну, наверное, будет интересно, надеюсь, что будет интересно. Главное сейчас не забыть все документы, потому что вот я, можно сказать, на коленках видео записываю, и мне надо выскакивать и бежать на работу. Бежать, бежать, бежать. 31 вообще такой день ажиотажа. Знаете, канун одно из самого приятного, что есть в Новом году, потому что первое число... Да, самолет, спасибо большое, что ты решил турбины свои прочистить, и большое спасибо моим замечательным птицам, которые радуются восходящему солнцу. Ну, в Моветон, простите. В Новый год всех простить можно. Меня тоже, в том же числе. А-а-а! О чем я? Я окануне Нового года. Так вот, первое число, это уже в понимании, когда ты взрослый, и очень много людей, конечно же, например, в нашей стране занимаются таким нещадным новогодним алкоголизмом, когда на первое число у них все отказывают уже совсем мозги, и они лежат практически лицом в салате. Но, конечно, я надеюсь, что вы понимаете, что это разлагает не только организм, но еще и мысли, мозги. Очень рекомендую выпить вам подбой курантов. Каких курантов? В этом году Спасскую башню, кстати, ее в чехол запихнули, ее даже не будут разоблачать. А все празднования, как я знаю, пройдут рядом с Останкинской телебашней, что тоже является странной. Я бы выбрала какое-то более красивое место, например, в центре. Ну ладно, это все политический взгляд. Я не буду вдаваться в данные проблемы. Ребятки, я очень рада, что у меня есть канал, в котором я могу отражать свои мысли. Я очень рада, что у меня есть вы. Я хочу сказать спасибо большое Виталию Кузнецову, который сделал для меня очень-очень хорошую превьюшку для новогоднего видео. Но у меня просто нет времени ничего монтировать, поэтому я просто загружу ее ВКонтакте вам показать. И ему отдельное спасибо сказать. Что же, мои дорогие друзья, я всех обнимаю, целую, желаю приятного времяпрепровождения. И всем пока-пока, до новых встреч.